Услуги в области психического здоровья для мигрантов Финляндии. Добрый день! Я врач и психотерапевт Валентина Ороза. В этом видео я расскажу о том, какая помощь оказывается в Финляндии для поддержки психического здоровья. Если снижается психоэмоциональный фон, то за помощью можно обратиться к подготовленным специалистам. Профессионал выслушает нейтрально, не вынося вердикта. Совместно с ним можно поискать решения. Профессионал подкажет, как действовать в сложившейся ситуации. В Финляндии построена система помощи и поддержки физического и психического здоровья населения. По различным вопросам можно обращаться в разные места. В связи с этим финская система кажется даже местному населению запутанной и сложной. Совершенно не удивительно, если вы подумали точно так же. Давайте проясним ситуацию. В новой стране обращение за помощью может ограничиваться незнанием языка. Помните, вы как иммигрант обладаете правом на получение услуг переводчика. Обращаясь в учреждение системы здравоохранения, вы можете попросить предоставить вам переводчика. Переводчики – специалисты в области перевода и являются незаинтересованными лицами. Задача переводчика заключается в том, чтобы обеспечить коммуникацию сторон. При обращении в различные учреждения услуги переводчика предоставляется вам бесплатно. Помощь специалиста. В случае возникновения проблем с психическим здоровьем, равно как и со здоровьем вообще, в первую очередь следует обращаться за помощью в поликлинику или центр здоровья по месту жительства. Как правило, врач проведет осмотр, оценит ваше состояние и при необходимости предложит пройти дополнительное лечение, к примеру, лечение бессонницы. В определенных случаях врач может направить вас к другому специалисту в области психического здоровья – психологу, психотерапевту, психической медсестре или психиатру. Они оказывают помощь по вопросам, связанным с психическим здоровьем. Имеет смысл подготовиться к тому, что услуга не будет предоставлена сразу по причине наличия очередей. Нередко время приема не получается назначить сразу, и приходится звонить несколько раз. В частном секторе медицинские услуги можно получить быстрее, однако в этом случае все лечение оплачивается из собственных средств. Сложные психические проблемы. Если наблюдаются серьезные психиатрические проблемы, то их решением занимаются специализированные учреждения системы здравоохранения. Попасть к врачу-специалисту можно по направлению. В Финляндии даже самые серьезные случаи заболеваний решаются в основном путем обычных амбулаторных встреч со специалистом. Если возникает необходимость направления на стационар, на обследование или лечение, то, как правило, этот этап длится короткое время. Если человек ведет себя неоднозначно, проявляет склонность к суициду, ему следует незамедлительно обратиться к врачу. В большей части финских больниц и центров здоровья имеется дежурное отделение, куда можно обратиться самому или привезти близкого человека. В опасных ситуациях необходимо сразу связаться со службой экстренной помощи. Номер службы экстренной помощи в Финляндии – 112. В жизни каждого человека случаются неприятные ситуации взаимодействия с официальными службами. Это формирует низкий уровень доверия. Однако в Финляндии представителям официальных организаций можно доверять. Они относятся ко всем одинаково. Должностные лица, переводчики и специалисты системы психического здоровья дают подписку о неразглашении конфиденциальной информации. Это означает, что они не имеют права делиться с кем-либо данными клиента. Специалист обязан получить у вас разрешение, если ему потребуется рассказать о вашей ситуации другому специалисту. Иными словами, в Финляндии вы можете быть уверены, что рассказанная вами информация останется в тайне. Процесс оказания взаимопомощи Для подбора наиболее подходящих для себя услуг обратитесь за помощью. Зачастую помощь может оказать кто-то, кому вы доверяете. И может быть, например, инструктор по работе с беженцами, учитель или даже сосед. Если вам покажется, что вы ощущаете тяжесть на душе и проблемы с психикой, постарайтесь не откладывать на завтра, а обратиться за помощью уже сегодня. Не стоит ждать того момента, когда ваше состояние станет нестерпимым. Помните, чем быстрее вы получите помощь, тем быстрее пойдет процесс выздоровления. Теперь вы знаете, куда можно в Финляндии обратиться за помощью и поддержкой по вопросам, связанным с психическим здоровьем. Рекомендуем посмотреть также остальные наши видеоматериалы, рассказывающие о психике и благополучии и интеграции в Финляндии. Спасибо и до встречи!